Доброе утро, уважаемые коллеги! Начинаем наше преднедельное совещание по прошедшей неделе. Продолжали работы в рамках городской комфортной среды. Вы все видите, приступили к работам на площади нашей нецентральной. Безусловно, объемы большие, пока что нам не позволяет добиться погоды, удерживать нас, в том числе и асфальтирование улицы Карл Марксен. На прошлой неделе провели два мероприятия, Крестный флот и День военно-морского флота. Все прошло на должном уровне. Продолжаем подготовку к всероссийскому празднику выход из культурника. Вот основное все. Олег Иванович, пожалуйста. Промута в военкомате на складном порядке. Ни никаких проблемных вопросов на данный момент у нас нет, которые придется решать на уровне города. Вопросы? Спасибо. Андрей Иванович, пожалуйста. В состоянии оперативной остановки за прошедшую неделю зарегистрировано всего 210 сообщений, по которым возбуждено 11 уголовных дел, 6 дней раскрыто. Продолжаются преступления, совершенные мошенничеством путем. Кроме того, зарегистрировано 7 краж 4, раскрыто 1 угон. То есть, как я сказал, из 11, 6 дней раскрыто. Дорожных транспортных происшествий, отчетных, не зарегистрировано пострадавших, погибших, счастью нет. Задержаны 11 родителей, управляющих транспортных на естественное состояние алкогольного укрепления, 18 с нарушением права транспорта. Обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных приключениям России, как вы сказали. Кроме того, к дню военно-морского флота на неделе осуществляли розыск пропавшего в ледника в деревне Голубки. Человек найден. То есть, по состоянию здоровья просто не мог о себе сообщить. Фактически сутки находился в лесу. Сводный отряд у нас, есть такой сводный отряд из сотрудников полиции, наиболее подготовленных. Он был задействован в поисках девочек в Кирпетском районе. Фактически трое суток наш личный состав жил в Кирпетском районе, обеспечивали поиски девочек. Но, к счастью, девочка найдена. Пользуюсь случаем хотел бы сказать о том, что мошенники до сих пор шьют так называемые письма счастья, ждут, когда им пополнится кошелек своими деньгами. То есть, это такие сообщения, как заглатирована карта, вы выиграли автомобиль, мотоцикл, квартиру, пополнение счета случайное, то есть, пополнение ошибочных счетов, дали задолженность по кредиту, какие-то проблемы мы хотим переведить срочно деньги. Люди наши откликаются, они у нас такие радушные в этом плане откликаются, переводят деньги мошенники. Кроме того, предлагают по акции удвоить пенсию для пенсионеров, помочь попавшему в ДТП внуку, сыну, дочери, вне очереди пойти медицинское отслеживание. На социальных сетях, на таких сайтах, как Авито, Дром, наши дающие предпокупатели предлагают внести предоплату в товар, однако в дальнейшем на связь уже не выходит, то есть, деньги предоплаты получают, соответственно, люди теряют свои деньги. Ну и, конечно же, услуга мобильной банки. То есть, если пытаются узнать вход, три последних цифры из карты, однозначно такие вещи говорить не так. Ну и продолжается мошенничество под длинную ручку по залоге. То есть, снятие кончик, гадание и так далее. Предлагают мошенникам чудодейственное исцеление, наши люди хотят жить долго, счастливо, ведутся на это, а дают свои деньги. Спасибо. У нас работа в плановом порядке. Единственное, что я хочу попросить руководителей организации и финансовый орган, значит, руководители организации, переговорите со своими бухгалтерами, пусть плотнее наладят работу с налоговой инспекцией. Слишком много налоговых решений сейчас пошло. И задолженность надо уточнять, и в добровольном порядке все это, не дожидаясь налоговых решений, это надо все делать. Так что, обратите на это внимание. Вопросы? Спасибо. Иван Александрович. За июль месяц по городу Назарово по отделу ЗАГС зарегистрировано рождение 67, смертей 91, браков 63, разводов 23. Так, по городу Назарово именно рождение городских жителей зарегистрировано из общего числа из 67, по городу 46, из 91 смертей, общее количество смертей по городу зарегистрировано 60. Вопросы? Спасибо. В июле мы также, как всегда, занимались размещением расходов полиционных страхователями по выплате пособий. За июль месяц проведено 65 камеральных проверок, возмещено 2 миллиона 700 тысяч. За 3 месяца нами возмещено 12 миллионов 600 тысяч. Также введем параллельно прием заявления от льготной категории граждан по обеспечению технических средств реабилитации, оказание протезно-ортопедической помощи. За июль месяц обратилось 52 человека. Выдано 74 направления на заказ протезно-ортопедических изделий. Обеспечение техническими средствами реабилитации, то есть из Красноярска идет по графику. Так, пущая работа. Вопросы? Спасибо. В Таранке города города Назарова зарегистрировано 286 человек, ищущих работу в Красноярска. Признано безработами 251, кроме безработиц, составляет 1%. На сегодня востребованы более значительно сварщики, электромонтёры, пикаря, кондитера. Очень много работы вахтовыми методами. Это строительная профессия, работники, бетонщики, также еще и водители востребованы, учителя и врачи, как всегда. Подали списки по сокращению на август месяц. Предполагаемо сокращение 20 человек, 5 предприятий. Особо высокое сокращение. Вопросы? 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 о присутствии краевых спасательных служб. Происшествий не допущено. По исполнению решения Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям подготовлена информация о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в направлении главного управления МЧС по краю Краевой комиссии по чрезвычайной ситуации. Ведется работа по переработке плана гражданской обороны, защиты населения и приложения к плану. Для информации, присутствующей здесь руководителям федеральных законов 98 ФСЗ о днях воинской славы России 3 сентября объявлено Днем солидарности и борьбе с терроризмом. И в соответствии с поступившими указаниями антиктической комиссии прошу рассмотреть вопрос о проведении в учреждениях мероприятий, посвященных памяти жертв террористических атак в соответствии с разработанными планами. Доклад закончен. Дмитрий Владимирович, сегодня вот эти все эти письма должны уйти. Да. Вопросы? Спасибо. Продолжение следует. За месяц будут подготовлены и переданы для размещения в УКО СНК документы на 4 электронных аукционов. В течение июня заключено 7 муниципальных контрактов, в том числе 2 с единственным и 5 по итогам ауктора. Это устройство парковочных мест для школ, благоустройство площади, ремонт освещения площади, устройство пешеходных отрождений, а также содержание автомобильных дорог на период августа декабря. Продолжается прием заявок на 2 аукциона по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках фонда. Это по улице Карломарса 44А и Школьная 7. Осуществляется функция технотура при выполнении ремонта на тепловых сетях по консессии. Работаем по комфортной среде. Начали с работы на площади, а также продолжаются работы комнаты и квартирным домам, ремонт дворовых территорий. И работаем без ЖКХ. Останем рабочим режимом. Вопросы? Спасибо. Дома Витальевна, пожалуйста. Поступила в работу отдела 61 заявление об основном для выдачи благостроительных планов, разрешения на строительство и земли работы. Исходные данные для проведения обследования жилого дома 86 строения 1 по улице Оргутова отправлены подрядчику в Иваново. Для составления программы по обследованию и определению время выезда на место. Подготовлен проект постановления о выглаждении положения о порядке выявления и пресечении фактов самовольного строительства на территории города Назарова. Данный документ находится на согласовании и на проведении правовой экспортизы в прокуратуре. Прошла комиссия по программе «Городская среда». Обсуждали общественные территории, которые могут участвовать в программе 18-20-х годов. Из 30 предложенных выбрано 19 территорий. Они будут предложены для обсуждения жителям города, как на сайте, так и через газету. В настоящее время такая информация готовится и готовится также распоряжение о проведении обсуждения. Подготовлены регламенты. Новые соцсетные регламенты. Это наземенные работы. Срок выполнения работ стал из положенных восстановительством 30 дней, 7 рабочих дней. По градопланам срок исполнения услуги стал 20 дней. Срок исполнения услуги по утверждению схемы расположения земельного участка стало 18 рабочих дней. Также в настоящее время работаем над проектом по внесению изменений в генпланы правил застройки. Составили перечень предложений по внесению изменений. Это рассмотрение на комиссии. Сейчас внесем изменения в состав комиссии и будем проводить уже саму комиссию. Готовим постановление начала работ над внесением изменений в генпланы правил застройки. В среду проводим архитектурно-художественный совет по двум вопросам. Это размещение якови на территории памятника, скрепляющей мать и обновление по социализации. Вопросы? Спасибо. В работе направлено социально-экономическое развитие. Часть разделов уже согласованы с министерствами. В частности, это с министерством культуры края, транспорта, природных и субстантов и экологии, с министерством местного хозяйства. В настоящее время на согласовании находятся разделы по строительству, коммунальному хозяйству, жилищному фонду и жилищно-коммунальному хозяйству. Готовим документы на конкурс муниципальных программ по малому бизнесу. Проверка отчетов муниципальных программ за первое полугодие. Проверка отчетов муниципальных программ за первое полугодие. Ответы на письма и обращения граждан. И подготовка к общегородским мероприятиям действий, которые не подразумевают. В отдел по собственности за июль поступило 200 заявлений и сообщений граждан. Все они отработаны и установлены на зарядку. За июль четыре раза стояла в жилищной комиссии. Работа по предоставлению жилья сиротам не завершена. Все договора найма служебных специализированных в жилых помещениях заключены. 23 помещения предоставлены сиротам в итоге. Также на жилищной комиссии, которые проходили, по решению суда предоставлено жилое помещение. Предоставлено три жилых помещения, приглашенную специалистом, идиатору, терапевту и анестезиологу. На этом мы соглашение. Далее. В течение июля отдела вливается большая претензионная работа. В рамках арендаторов жилых помещений по долгам. И по долгам арендаторов зеленых участков. И в добровольном досудебном порядке поступило порядка 70 тысяч. Дальше работу проводим. Если ответы на претензионные письма не поступят в течение месяца, мы передаем документы в его отдел для обращения. По проведению аукционов. Идет прием заявок на 9 аукционов. По советской СНБ, по 30 лет. Полкристин 17G, Красноармирская 82D. Я об этом уже говорила. 3 августа заканчивается прием заявок. По одной заявке поступило. Далее. Идет прием заявок для участия в аукционе под строительство на квартирного жилого дома в 8-м микрорайоне, 13 ВЭТО. Прием заявок будет осуществляться до 14 августа. Пока ни одной заявки не поступило. Идет прием заявок для участия в аукционах по заключению договоров аренды для индивидуального жилищного строительства в поселке Южный. По адресу Центральная 17А, проезд 2-26, проезд 2-28. Поступило по 2 заявки по каждому участку. Приглашаем граждан участвовать в аукционах. Активнее. Далее. По Суворово 1 идет прием заявок по сдаче в аренду двух муниципальных неживых помещений. По калитерной 9 аукцион не состоялся в связи с тем, что ни одной заявки не было ввода. Вопросы? Спасибо. Ирина Анатольевна. Учреждения инокультуры за июль месяц проведено 11 мероприятий. Готовили отраслевую отчетность за первое полугодие в Министерство культуры. Формировали документы по оплате к трудам. Подготавливали документы для сдачи в архив. Отвечали на ряд краевых запросов. Подготовили и сдали план мероприятий по дню солидарности в борьбе с терроризмом. Провели мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси в централизованной библиотечной системе. А также на протяжении двух недель работали с Ириной Васильевной Бачковой по осуществлению нами отделом как главным распорядителем бюджетных средств финансового контроля наших подведомственных учреждений. А также готовили данные и подавали в прогноз церкви. Согласовываем информационные вопросы по концертной программе Надежды Бабкиной и коллектива «Русская песня», запланированные на август месяц, готовим учреждения к отопительному сезону. И приступили к очередному большому блогу публикации сведений по независимой оценке работы учреждений «Культура» на сайте государственных и муниципальных учреждений. Пока, воплотим. Вопросы? Спасибо, Дмитрий Ильич. Идется подготовка к спортивным объектам к новому учебному году. Также идет приемный объявл для организма на участие парадик-скультурников, который будет 12 августа в 10.00 на стадионе «Шахтер». Еще, напомню, 12 августа, в субботу на стадионе «Шахтер» пройдет празднование Всероссийского дня физкультурников. Пройдет парад физкультурников, награждение почетными грамотами лучших представителей спорта, открытие русских игр. В программе более 35 спортивных площадок. Будут и новые в этом году интересные. То есть, более подробно я потом еще озвучу следующие подъемки и длина для средств массовой информации. Также на этой неделе, 5-6 августа, на спортивных площадках Назарского анграрного техникума имени Верпева пройдут очередные этапы спорта-киады трудовых перелективов в памяти Геннадия Сергеевича Анатольевского центра. Это соревнования по пляжному волюболу. Предварительно уже подали в порядке 8 женских команд, 10 мужских. На следующей половинке я озвучу результаты. Ну, все, прокладка, прокладка, кончика. Вопросы? Спасибо. Вопросы? 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 Спасибо. Вадим Сергеевич, пожалуйста. Вопросы? 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...